Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Спирина. Я организатор кинофестивалей. Сегодня у нас в гостях хочу вам представить нашу гостью. Это Мария Дарская, автор, режиссер, сценарист, продюсер. Мария, дай вам слово. Расскажите о себе. Я пришла в кино из другой профессии. Я профессиональный журналист. Много лет я работала в различных СМИ. И постепенно появилась такая идея, что мне хочется снимать истории о людях, придумывать и игровые сюжеты, и документальные какие-то фильмы снимать. Первый проект был как раз документальным, «Дороги романтиков». Это полный метр. Мы его снимали два года. И в процессе съемок я постепенно обучилась сначала на сценариста в киношколе «Метты», а затем уже на режиссера. Это была такая необходимость, потому что сложно организовать весь процесс. И получается, что ты отвечаешь за разные вопросы. И мне легче было самой организовать вообще весь процесс полностью. Я пришла к тому, что мне это интересно. И так проще как-то всех собрать в одну команду. Поэтому я погрузилась сначала в сценарное дело, а потом уже в режиссуру. И самое интересное то, что ты действительно в процессе съемок знакомишься с разными людьми, подбираешь разных героев. У нас были истории о музыкантах, актерах. И так совпало, что вот действительно эта учеба в киношколе, она дала возможность брать интервью у мэтров нашего кинематографа, у Александра Наумовича, у Николая Лебедева. Потом сценарист замечательный Валерия Рифатовна Байкеева. Тоже мы с ней беседовали. Она в основном боёпики пишет. Олег Сироткин тоже и сценарист, и режиссёр уже сейчас снимает свои фильмы. Также народный артист Дмитрий Певцов дал интервью. Немножко пришлось его подождать. У него очень плотный график, но тем не менее он уделил нам время. Гримёрки перед спектаклем, в Ленкоме мы брались на интервью. Вот. Также были актёры, например, Алла Юганова. У неё интересная была история, например, потому что мы сняли и какие-то фрагменты интервью, и концерт, потому что она ещё поёт. У неё группа есть «Девушкин сон», так необычное название. Вот. То есть мы старались показать необычные какие-то профессии, творчество разных направлений. Там есть дизайнеры одежды, дизайнеры интерьера. Люди, которые там, например, создают сами музыкальные инструменты. Вот был один герой, у него фольклорный такой коллектив, и он ещё сам делает вот эти инструменты, реконструкцию историческую. То есть вот какое-то необычное направление. Это всегда очень интересно, это даёт новые какие-то идеи, мысли. А ещё один сюжет мы снимали в Суздале с девочкой, которая вместе со своей мамой создаёт народные костюмы. Это тоже было очень интересно. Сама эта поездка запомнилась, и вот теперь есть один сюжет, который хочется снять уже в игровом формате. — А с какого фильма вы начали? Какой был ваш первый фильм? — Вот как раз «Дороги романтиков» — это первый фильм, да. Параллельно уже я разрабатывала сценарии игровых фильмов и стала снимать короткометражки сначала. Первый игровой фильм «Сила желаний», он был такой, может быть, ещё несовершенный. Но самое главное, что там была заложена такая позитивная идея о том, что мы можем сами реализовать свои мечты, свои желания, когда мы позитивно настроены, когда мы правильно мыслим, привлекаем в свою жизнь те события, которые помогают прийти к своей цели. И самое интересное то, что, конечно, там были аналогии из реальной жизни. И когда там история про девочку-певицу, вот у меня там продюсер, который её хочет там переформатировать в другом стиле, чтобы она пела и играла, а ей это не нравится, и она хочет остаться собой. Вот. И девочка одна, моя знакомая, как раз она одну из песен предоставляла для фильма, она звучала как саундтрек. Она, когда смотрела, плакала и говорила, что это про меня, это моя история. Ну, вот я не имела напрямую в виду конкретно её биографию, но так совпало, что она увидела какие-то черты близкие себе. Вот. В этом фильме впервые у нас один из героев – это психолог профессиональный, кандидат психологических наук, Галина Турецкая. Мы там сделали так, что героиня смотрит её интервью на компьютере. Ну и потом финальная сцена такая достаточно эффектная получилась, когда она якобы проводит мастер-класс, конечно, просто это постановочная такая была сцена, как загадывать правильные желания и люди отпускают шарики. У нас проблемы были, конечно, с массовкой. Мы каким-то образом умудрились квадрокоптером снимать в парке Горького, никто нас не поймал. Вот иногда бывают такие экстремальные немножко ситуации. Ну, мы там буквально на 5-10 минут опустили, несколько дублей даже делали. Вот. Ну, это тоже интересный опыт, с чего-то надо начинать. Даже если не хватает каких-то ресурсов, мы стараемся всегда найти друзей, партнёров, которые подключаются. Там прекрасные стилисты нам помогали. И одежду предоставляли тоже наши партнёры для героев. Вот. И грим делали. Дальше уже пошли какие-то новые истории. Там, например, «Завидую молча» — это история о том, как многим людям отчасти мешает чувство зависти, они начинают сравнивать себя и окружающих. А в каком-то смысле это может быть, наоборот, стимулом, что вот они смогли, и я тоже могу достичь многого. Это стимулирует к переменам. Кстати, актриса, которая и в первом фильме играла, и вот в этой второй короткометражке, после съёмок уволилась с работы. Я к этому не стремилась. Вот, правда, такой получился эффект неожиданный. То есть она прожила судьбу этой героини, да? Да, да. Она параллельно работала в очень серьёзной организации, в научном институте Курчатовском, лаборантом на кафедре. Снималась какими-то научными изысканиями. И вот прошла тоже киношкола МИТЫ, мы там познакомились, актёрский курс. Очень талантливая девушка и модель, актриса, она работала. Но вот, видимо, настолько вот её захватила творческая среда, что ей не захотелось уже возвращаться к науке. Она ушла полностью в творчество, но потом у неё ещё более серьёзные перемены произошли. Она вышла замуж, уехала в Италию. Теперь в Милане. Вот такие перемены происходят у людей. Может быть, это тоже была её мечта. Сложно сказать сейчас. А дальше уже вот краткометражки пошли такие, которые стали складываться в общую картину. Мне захотелось снять полный метр. История постепенно складывалась именно из каких-то тоже личных моих переживаний, личного опыта. Поскольку я вот как журналист очень много работала, всегда с психологами-экспертами в этой сфере помогающих профессий, то у меня была вот в основе как раз тема взаимоотношений с мамой, с родителями, поиск себя в этой семейной истории. Потому что это сейчас очень многих затрагивает глубоко. Многие придумывают всевозможные методики или используют то, что наработаны уже в мировом опыте, например, семейной расстановки или игры трансформационные, которые тоже помогают человеку найти себя, проявить какие-то свои качества. Мария, кто пишет сценарии для ваших фильмов? Как вы находите сценаристов? Ну, поскольку я училась в киношколе, очень много людей, с которыми мы общаемся, это такое сообщество творческое, мы обмениваемся идеями, ищем людей как раз, которые нам нужны. Одна из моих коллег, Надежда Дудник, писала сценарий для короткометражки, которая вошла в кинальманах «Мама лучше знает». История про грузинскую семью. Я набросала общую идею, общую канву, и она написала. Но я потом его переписывала раза три, потому что у нас поменялась вообще концепция, мы поняли, что мы не сможем поехать в Грузию, но там и пандемия наступила, и много других сложностей было. И поэтому грузинские кадры мы взяли готовые, тоже со съемок новой из наших партнеров, а перенесли действия в Москву. И поэтому пришлось переписывать неоднократно. Еще для одной истории я взяла за основу рассказ Наталии Шадурко, это коуч, психолог и писатель. Мне эта история показалась тоже интересной, потому что там взаимоотношения мамы, дочки и других членов семьи очень в такой комедийной, забавной форме показаны, но тоже в основе лежит достаточно глубокая проблема непонимания, навязывания своих каких-то ценностей и взглядов. И вот это противостояние в комедийном ключе очень хорошо вписалось в общую нашу историю. Это такая еврейская семья, еврейская чрезмерно заботливая мама. Но дело там даже не в национальных каких-то особенностях, а в том, что действительно часто бывает такое, что родители из лучших побуждений предлагают свой взгляд на мир и мешают детям искать какие-то свои возможности, свои варианты развития жизни. Да, проблемы, которые у многих касаются. Вот, поэтому была вот такая история, я переработала тоже именно в формате сценария. И приятно, что Наталья у нас снималась, то есть мы продолжили эту тему. У нас вообще, кстати, в «Альманахе» снималось, сейчас я скажу, раз, два, три, четыре, пять психологов у нас снималось. Они непрофессиональные актеры. Многие из них просто выступают на каких-то семинарах, конференциях, у них есть опыт работы на камеру. Некоторым, конечно, сложно было воспринимать такой игровой формат, когда нужно снимать много дублей. Они уже там, бедные, переживали, им было тяжело это все повторять по многу раз. Но, тем не менее, они выдержали, они молодцы, они справились. И мы снимали почти в живом формате с небольшой постановкой два тренинга, которые в начале и в конце фильмов. А как вы работаете со звездами? Как вы их находите, как вы их приглашаете? Здесь тоже такая история, что уже наше сообщество, оно, в принципе, помогает в этом плане. Помощник режиссера, вот одна из девушек, с которой мы изначально сотрудничали, вот самых первых работ, Кристина Улсова, она работает в театре, и это антрепризный проект. И как раз у них так совпало, что Жанна Мипле была одной из ведущих актрис этого проекта. И вот мы договаривались сначала репетиться, потом уже съемка была запланирована. Нина согласилась принять участие в нашем проекте. Вот, и она тоже получилась такая интересная, экстравагантная мама. На Белли вкусный рифм, вот как раз, которая на вашем фестивале была показана. Да, да, как раз победила этот фильм, как раз победила на нашем кинофестивале. И вот мы там поздравляли Марию и второго вашего соавтора, да, Юрия Космынина. Юрий Космынин, да, он тоже вот именно режиссер двух новелл. Мы с ним вместе две новеллы «Чудо» и «Вкусный рифм» режиссировали. «Чудо» тоже, кстати, подходит под тему еды, потому что они там кушают. Но это в следующем году, возможно, представим. Так что найти актеров сейчас, в принципе, несложно и через соцсети. Видите, так мы тоже иногда пишем напрямую. Но все-таки гораздо проще, гораздо как-то теплее контакт, когда это через знакомых, через наших коллег, либо режиссеров, либо актеров, либо кастинг-директоров. Мы тоже выходим на контакты именно по знакомству. У нас интересный был случай, когда на премьеру фильма «Завидуй молча» по рекомендации одной из актрис, Ольга Лебедева, по ее приглашению пришел Александр Александрович Питков. Ему так понравился этот фильм, что он задал вопрос, а почему я не снимался у вас? Почему это такое упущение? Вот, давайте сотрудничать. То есть у него самого возникла эта идея, что он хочет сниматься. И потом уже, когда возникла идея сценария про главную героиню Александру, это девушка-журналистка, то есть некое мое альтер-эго, можно сказать, автобиографические моменты там присутствуют, то мы ему предложили роль отца, он любезно согласился. И здорово, что актеру, у которого есть Оскар за фильм «Дорсу и Зала», он играет здесь совершенно нехарактерную для себя роль. Мы привыкли его видеть в комедиях, а здесь драматическая, серьезная роль, и, в общем-то, достаточно трагичные моменты есть. И он прекрасно справился. Причем мы снимали два раза. Один раз это была короткометражка, и там у нас две актрисы играют в разные периоды героиню, а второй раз у нас уже одна и та же актриса. Мы пересняли сцены, мы его приглашали, он прекрасно справился. Интересно еще, какой бюджет ваших фильмов и какая команда вообще снимает? Сколько человек задействованы в творческий процесс съемочный? Мне сложно посчитать точное количество людей, потому что многие люди же остаются за кадром, они просто нам помогают, предоставляют костюмы. Кто-то участвует в массовке или в групповке, в каких-то сценах, где просто нужны персонажи без слов, да, там бармен, например, или там друг, который принес вещи, чемодан. Больше 50 человек, я думаю, участвовало в кино «Альмонахи», если всех посчитать. И в основном это, конечно, люди, которые из нашего ближайшего окружения, наши друзья, вот психологи тоже нам помогали, приглашали своих каких-то друзей, клиентов, сотрудников, они тоже участвовали в наших съемках. Ну, вообще сейчас, конечно, большое дело это в соцсети, когда ты пишешь в каком-то сообществе или в своих соцсетях, что нам нужны люди, приходите, у нас будут съемки. Проводится кастинг, гонорара нет, но мы вас накормим, у вас будет много красивых фотографий и много интересных впечатлений. Многие люди откликаются, им тоже это интересно. Даже звезды соглашаются без гонорара, да? Со звездами другая немножко история. Могу сказать, что они соглашаются на других условиях, не те гонорары, к которым они привыкли обычно. То есть они делают очень большие скидки, идут навстречу, потому что проект авторский. Но совсем без гонорара они не работают. Ну, по крайней мере, мне не удавалось уговаривать, прямо вот на энтузиазме одном. Но, тем не менее, это все равно совершенно другие условия, это более дружеские такие, лояльные варианты. По поводу бюджета, мне вот сейчас даже сложно сказать, сколько у нас первый вот этот полный метр по сумме. Больше миллиона, но это, конечно, очень мало для полного метра. Тем более, что он снимался еще поэтапно, в течение длительного времени, ну, может быть, полтора миллиона. Мне сложно сейчас посчитать полностью. А кто продюсер у вас в ваших фильмах? В основном я продюсер. Сами, да, продюсеры? Да, приходится совмещать все, все эти функции. Хотя сейчас мы уже ведем переговоры с более такими опытными людьми в киноиндустрии, чтобы было продвижение. Нам помогают собрать бюджет, собственно, наши партнеры, которые предоставляют одежду, которые предоставляют какие-то небольшие варианты продукт-плейсмента. Например, у нас был индийский чай. Они больше дали даже самого чая, чем денежное было участие. Но, тем не менее, бывают иногда там украшения какие-то, да. Вот когда участвовал Жанна Эппле, очень активно откликнулась девушка-дизайнера. Там красивый такой костюм у нее, такой вот на голове. Да, это мы все придумывали, сочиняли, там, стилисты у нас были, да. Вот. И, соответственно, получается, что людям интересно и красивые фотографии, опять же, получить для своих соцсетей с участием звезды. Вот. Еще у нас была, допустим, дизайнер одежды плюс-сайз, Настя Денисова. Вот, кстати, надо сказать обязательно, героиню в «Чуде» она сыграла. Это звезда сериала «Девчонки» Пауна знаменитая. Ее больше знают по этому образу, хотя она сейчас тоже активно снимается. Очень яркая комедийная актриса, младая девушка. Ну, вот как раз под формат плюс-сайз вот она подошла, и дизайнеры откликнулись. Им тоже было интересно с ней проработать, платье ей подарить. Или, допустим, Наталья Душегрея. Вот она вообще пальто подарила Насте. То есть звезды, участвуя в наших проектах, получают еще дополнительные бонусы в виде подарков. Вот. Может быть, это тоже их как-то привлекает, греет немножко. Вот. И для них это тоже новый какой-то опыт. Мария, а что вас вообще привело в кино? Почему вы выбрали именно вот эту сферу, это направление? Ну, наверное, это в какой-то степени, может быть, детская мечта. У меня были когда-то мысли стать актрисой, но я потом передумала. Потому что школьные спектакли — это одно, когда мы там все вместе что-то ставили с учителем литературы. Это был такой, может быть, опыт тоже интересный, творческий. Но я понимала с самого начала, что у меня нет актерских каких-то данных. Вот. Это очень сложная профессия. Здесь все-таки нужен талант, который изначально должен как-то ярко проявляться. Вот. И потом все-таки были, наверное, моменты, связанные с журналистикой, когда я много общалась просто с людьми творческими. Да, да. В театре я много посещала премьер. И даже вот в Воронеже был такой фестиваль вдохновения. Мы входили как активные пишущие журналисты. Мы входили в экспертный совет, отбирали спектакли, участвовали в фестивальной программе очень активно. Вот. Это тоже такой был опыт, когда я видела все это изнутри. За кулисами немножко другая среда. Это даже не то, что в зале, вот, когда ты видишь и репетиции, и какие-то вот все вот эти моменты подготовительные. Это очень интересно тоже. Вот. И иногда у меня возникает мысль, что, может быть, театральный проект какой-то небольшой я попробую в интерпризе. Вот. Но это все впереди, в перспективе. Какие у вас планы, да? Какие у вас планы, перспективы? Вот вы об этом уже начали немножко. Есть идеи новых фильмов игровых. Может быть, короткий метр, может быть, полный. Сейчас будем думать и смотреть. Наброски по сценарию уже есть. Я буду их развивать. Это сюжет, связанный с миром моды. Главная героиня-модель, которая в один прекрасный момент устала от этого всего пафоса и решила стать фотографом. Ну, и там есть элементы даже фэнтези небольшого. Вот что там стало с ней происходить. Это были такие вот неожиданные ситуации, полумистические. Интересно. Вот. То есть такой даже, можно сказать, триллер по сюжету. А компьютерные технологии как-то вы используете? Пока нет, но все возможно. Надо пробовать современные форматы. Потом есть идеи документальных фильмов. Они связаны, наверное, с социальными темами. Мы познакомились недавно с одной девушкой, у которой есть свой благотворительный проект. Добрачат он называется. Смысл в том, что они, ну, пока они начали в своем районе объединять людей и делать какие-то добрые дела, несколько приютов, с которыми они дружат, помогают им. Ну, то есть вот идея, наверное, снять, может быть, даже несколько благотворительных организаций, рассказать о том, чем они живут, как они людям помогают в нашем непростое время. И как мы можем помочь, вот каждый из нас, чем он может помочь. И как подключиться к волонтерскому движению. Потому что она говорит, что очень много есть стереотипов, и все не так, как люди думают со стороны, что помощь может быть совершенно разной. Не всегда это материальная даже помощь. Иногда им нужны просто люди, которые помогут расфасовать продуктовые наборы и отвезти их. Да, даже вот такая просто помощь в плане организации процесса. А что это за благотворительный фонд? Может, наши зрители тоже могли бы поучаствовать в этом проект? Он называется Добрачат. Добрачат, да. Можно найти в интернете. У них есть Инстаграм, но они сейчас будут и сайт большой делать тоже. Вот, и там достаточно много интересных идей дальше у них по развитию. Я вот подумала, что можно снять такой фильм. Именно рассказать о людях, как они создают такие проекты, и как они реально помогают окружающим. Вот. Есть еще мысли по поводу других игровых проектов. Может быть, даже на основе сериала, на основе Кинальмонаха, Мама лучше знает, возможно, есть смысл создать сериал. И вообще по-другому все объяснять. Новый такой, новый хорман, да, более такой коммерческий, востребованный. Потому что истории есть, которые не вошли. Там было 10 историй написано, мы сняли 6, потому что уже и так по объему было много, по хронометражу даже они не помещались. Вот одну из них я бы хотела снять, например, в Суздале. Там есть такая история интересная про монастырь. И там не совсем мама, ну там как бы есть мама, не девочки, героиня, подростка, а матушка, которая тоже дает свои наставления на путстве, и вот там происходят перемены в жизни героини. А мне вот интересно тоже, вот в Суздаль вы приезжаете, да, как вы с локациями, с квартирами договаривались, с домами где-то все снимается. У нас была первая съемка в Суздале совсем небольшая, одним днем мы обошлись даже. Ну вот девочка, которая нас пригласила, художница, мы у нее там провели какое-то время, пообедали, а так вот мы гуляли просто по городу, снимали, это было летом, тепло, я и оператор, там не было большой какой-то команды. Она нам все показала, мы там залезали даже на колокольню, оттуда вид такой был шикарный, сняли тоже. Да, красота русских городов. Да, да, вот, наверное, истории, может быть, даже документальные, какие-то про разные города России, это тоже возможно. Ну, может быть, и поездки в другие страны. До Грузии мы не доехали, наверное, есть смысл доехать, может быть, что-то новое там снять. Потому что у нас действительно очень интересный актер Ник Шония. Я думаю, что у него и есть другие герои, другие персонажи. Вот, можно вокруг этого тоже что-то придумать уже совершенно с новыми сюжетами. Мария, а вот почему вы начали сначала с журналистики? Почему не сразу пошли в кино после школы, после творческой этой студии? Почему путь был таким извилистым? Дело в том, что, раскрою секрет, я не получала образование журналиста, я филолог. То есть первая моя профессия – это преподаватель русского языка и литературы. Около трех лет я проработала в гимназии гуманитарной в Воронеже. Ну, параллельно я уже публиковалась, писала статьи, какие-то обзоры культурных событий. И журналистика мне была ближе изначально, но по такому нелепому стечению обстоятельств я не учла тот фактор, что надо поступать уже, имея публикации. То есть в этом плане я упустила момент. Ну, в общем-то, я благодарна нашему университету Воронежскому. Это прекрасная школа, прекрасная база знаний. И мы с коллегами-журналистами, отчасти коллегами, общались во время студенческой бурной жизни, скажем так. Всякие капустники вместе организовывали. И это все равно было достаточно логичным продолжением работы филолога. Другое дело, что, конечно, мысли о кино периодически возникали, но казалось, это так далеко. Это надо обязательно ехать в Москву, поступать в Алгию. А как? А что там? У меня еще была аспирантура, я же закончила аспирантуру как филолог, но я, правда, не стала защищаться. Тоже был переломный момент. Вот у меня написано диссертацию, тогда еще там все было от руки. Вот огромная стопка лежит, научный руководитель все вот так вот перечеркал, перепишите. Я говорю, нет, я не буду, я лучше подожурналистику. Вот это был момент смены профессии. То есть я поняла, что, ну да, конечно, там, по Достоевскому я написала такой большой труд. Это все здорово, это все интересно. Но как-то у меня уже вот пропал вообще весь запал заниматься дальше наукой, что-то раскапывать, что-то переписывать. Я поняла, что мне хочется писать о реальных людях и о том, что происходит вообще в городе интересного, какие события происходят. Ну и потом, конечно, в журналистике более интересное само по себе общение в любой редакции. Там жизнь кипит, бурлит. Общение с коллегами пожилого возраста в школе, наверное, молодых педагогов не очень как-то привлекало. Не только меня, это вообще была такая ситуация. Может быть, сейчас немножко по-другому в школах. Вот. И даже там была какая-то такая ситуация, что не сильно приветствовали там дальнейшее развитие, продвижение молодых учителей. Вот. А в журналистике больше было перспектив, там многое можно было пробовать, переходить из одного издания в другое. Вот. А, ну и маленький такой факт могу отметить, что я даже дважды была главным редактором изданий, одно из них деловое, а другое я создавала вообще полностью с нуля. Это был такой журнал о психологии, эзотерике, лайфстайл-формат там тоже присутствовал, там мода, красота и так далее. Он назывался «Парадокс». Вот. Слово «Пара» было написано крупно, то есть там акцент еще был на отношениях, на взаимоотношениях людей. Вот. Мы его издавали полтора года вместе с партнерами. Ну, к сожалению, потом закрыли проект, у нас возникли разногласия именно вот по поводу того, в какую сторону дальше развиваться. Ну, тоже был интересный опыт. И дальше уже вот, когда я занималась этим журналом, как раз возник впервые, ну, такой, более вот реальный опыт погружения в съемки, когда мы снимали просто коммерческие ролики для одной строительной компании. Я была там пиар-менеджером. И меня оператор все время просил что-то ему подсказать, как-то его направить. А вот что сейчас, какие мы теперь снимаем там планы общие, крупные, интервью я брала у людей. И здесь как бы переход был достаточно плавный именно к документальному первому фильму, потому что я поняла, что, хорошо, я хочу снимать про других героев, но тоже в формате вот интервью, какой-то репортажной съемки. Вот. Но когда я пошла в киношколу, то уже параллельно с этим документальным проектом у меня возникла идея игровых фильмов. И это был следующий этап развития. То есть это этап, да? Вот интересно, что больше нравится вы снимаете, документальное кино или игровое кино? Мне нравится и то, и то, но, наверное, все-таки больше затягивает игровое кино, потому что ты придумываешь какой-то новый мир. Люди преображаются. И у нас даже непрофессиональные актеры входят в образ, играют других каких-то персонажей. Вот. Мы их обучаем, как вести себя перед камерой, проводим какие-то там небольшие уроки. Вот. Документальное кино, оно тоже мне интересно, но здесь вот все-таки нужно выбрать тему. Либо это вот благотворительность, люди, которые энтузиасты своего дела, либо это какой-то интересный город, интересная поездка, может быть, совместить приятное с полезным. Вот. А игровое кино, оно более такое, может быть, эмоциональное. Вот в плане там передачи жизненного опыта, наверное, это интереснее, это погружение. Но я пришла к тому, что все-таки надо переходить на новый уровень, подтягивать другую команду, более такое сложное оборудование. Поэтому сейчас нужно, параллельно разрабатывая сценарий, искать еще и новых партнеров более серьезных, выходить на дистрибьюторов. То есть эта тема тоже существует. Хорошо, человек снял кино, хорошо. Фестиваль – это тоже замечательно. Это дает много новых контактов, новых идей. Но еще важный этап – это продвижение именно вот на онлайн-платформе, на телевидении. И вот мы сейчас тоже эту тему разрабатываем, делаем новые трейлеры, чтобы отдать именно дистрибьюторам. Вот. И я надеюсь, что есть перспектива в этом плане. А что вот у вас привело в тему эзотерики? Вы затрагивали тоже эту тему, что снимали фильм на эту тему, да? Да, у нас отдельные эпизоды кино «Альманаха» как раз связаны с эзотерической темой. Это и тренинги именно вот с таким уклоном в небольшую мистику, можно сказать. Например, когда героиня переживает второе рождение, там ей помогает это все пройти еще раз испытание. Но это мистический опыт в какой-то степени. Да, это заново человек как бы ощущает свое появление на свет, и он переживает примерно те же чувства, которые были у младенца, который появился. И актриса тоже вот говорила о том, что вот у нее, да, прям сильные были очень эмоции в этой сцене. Хотя мы же снимали не так, как в реальности, да, с дублями, там, с разными планами. Но тем не менее ее прям вот торг может называться. Вот, эта тема была давно подспудна. А, ну, как бы я забыла еще одно из образований незаконченных в моей жизни, это тоже психология. Два года параллельно с филологией я ее изучала. Ну, вот просто диплом сложно было параллельно писать второй. Поэтому вот как бы висит такой у меня еще незакрытый гешталь, но я надеюсь что-то с этим сделать в ближайшие год-два. На самом деле я поняла, что мне ближе даже не психология, а коучинг. Вот у меня в планах обучения на коуча. И, наверное, ну, такой легкий формат онлайн-консультации именно для людей творческих. Как прийти к своим целям, как реализовать себя в любом возрасте, независимо от того, где ты находишься. Искать возможности, раскрывать свои таланты. Я как раз коуч. Давайте с вами тогда симпровизируем такую мини-коуч-сессию. Давайте. Причем. Да, а как вы видите себя в будущем? А вот, допустим, представьте, по линии времени вы передвигаетесь, скажем, на 10 лет вперед. Где вы, что вы, чем вы занимаетесь, что вас окружает. Прямо раскрыть все свои секреты. На самом деле хочется представить разные варианты, да, вот как у Зеланды, да, пространство вариантов. И не ограничивать одним каким-то жестким путем, да. Хочется иметь возможность больше путешествовать по миру, пожить в разных странах. Какие страны вам нравятся? Ну, конечно, хочется попасть в Голливуд, как многим кинематографистам. Больше даже с точки зрения, наверное, профессионального опыта, да, не то, что это вот прям массовое кино меня интересует. Мне нравятся авторские какие-то работы там, творчество Гуди Айлен мне очень нравится. Или, допустим, Джим Джармуш из американских режиссеров. Это мне вот ближе от хаоса на такое направление. Вот, хотя есть и массовые режиссеры, которые снимают классное кино именно вот на большую аудиторию. Интересны именно вот технологии и подход к режиссуре, да, прежде всего, и к сценарному делу тоже. Интересно европейское кино, французское, итальянское. Вот из последних фильмов, например, мне очень понравился фильм «Прекрасная эпоха» Николя Абедоса, где они вот эту реальность как бы моделируют, помогают человеку погрузиться в своё прошлое, почувствовать себя опять молодым. И это даёт колоссальную энергию возможность перезагрузить вообще свою реальность. То есть это такая тоже психотерапия своего рода, должно сказать. Какие-то такие камерные истории, может быть, не на массовую аудиторию, а на людей более просвещённых, более интеллектуальных. Вот мне бы хотелось снимать. Хотя, с другой стороны, если это комедия, где вот по тексте есть более глубокий смысл, а на поверхности, может быть, она более простая история, они тоже очень хорошо помогают раскрыть глубинные какие-то темы, более серьёзные и философские. В принципе, мне очень нравится творчество Анны Меликян и вот эти её альманахи про любовь. Там же тоже серьёзные проблемы поднимаются. И там вот Рината Литвинова несколько человек играет, психолога, а потом вообще Джон Наукович в роли такого гуру, да, коуч или психолог, там сложно сказать. Почему для вас это важно? Путешествовать в другие страны, снимать фильмы. Вот почему это важно для вас? Наверное, это возможность самореализации, возможность познакомиться с большим количеством интересных людей, какой-то обмен идеями, опытом. Как это можно и через журналистику было бы сделать? Почему это именно через кино? Ну вот кино, наверное, всё-таки, почему мне ближе игровой формат? Это создание какой-то новой реальности. Это возможность попробовать ощутить себя в другой эпохе, в другом каком-то амплуа, да. И я как режиссёр могу вообще за всех героев, наверное, пережить их историю, да. Мне не обязательно быть в кадре, да. Оставаясь за кадром, я вот это всё могу прочувствовать, пропустить через себя. И в этой истории есть часть меня. Вот как нам говорил Олег Сироткин на занятиях, пока вы не вывернете себя наизнанку в работе над сценарием, у вас не получится такая история, которая цепляет зрителя. И не случайно, допустим, в «Альманахе мама лучше знает», я взяла за основу свою историю, свои сложные отношения с мамой. И даже вот этот драматичный эпизод, когда там героиня узнает, что мама умерла, её больше нет. Ну вот у меня похожая была история. Я не успела приехать из Москвы в Воронеж. Ну там очень сложная была ситуация, она болела достаточно долго. Ну просто вот сам факт, что я не успела доехать и с ней проститься, да, конечно, было очень печально. Многие люди говорили, что это моя история, это про меня. Вот они когда подходили, даже на премьере, как к интрашке, и рассказывали о том, что их это зацепило, потому что они увидели свой опыт. Один человек сказал, что даже дважды у него такое было и с мамой, и с папой. То есть он не успел к ним приехать. Но не только этот эпизод, а вообще вот сама тема сложных взаимоотношений, она многих затрагивает глубоко. Многие говорят о том, что действительно с родителями часто сложно найти общий язык, но приходят к выводу о том, что всё равно надо вести этот диалог, надо о чём-то договариваться. Пока они живы, в общем-то, надо находить к ним подход. И иногда, может быть, даже что-то и пропустить мимо, слушая их какие-то претензии, рекомендации. Может быть, хотя бы внешне соглашаться, не спорить, потому что у них свой опыт, у них своё какое-то видение. Не всегда оно с нашим совпадает, но надо принять их такими, какие они есть. Как говорят многие коучи, психологи, пока мы не приняли эту семейную свою историю, семейную систему, не нашли в ней какое-то место своё, нам будет сложно и в других взаимоотношениях с людьми. То есть мы сможем выстроить гармоничные отношения только тогда, когда мы с этой системой примирились. И даже она как бы даёт нам силу. Вот там даже, знаете, такое интересное упражнение у нас в финале фильма, когда реальный психолог Люда сыграла, она говорит актрисе, вот встаньте перед спиной, почувствуй сзади свой рот, мамину ветку, папину, и представь, что это крылья, которые тебя поддерживают, дают тебе силу. Вот, наверное, каждому человеку важно найти вот эти крылья и в своём роду, в своей семейной системе. И, наверное, в своём творчестве тоже вот многие люди находят эти крылья, которые помогают им лететь вперёд. В связи с этим у меня к вам вопрос. Чувствуете ли вы поддержку своей родовой системы, своей родовой силы? И был ли у вас кто-то в роду человек творческий, или кто-то вот как-то себя творческий или актёрски проявлял, танцевал, пел, рисовал, выступал на сцене, играл в музыкальных инструментах? Ну, вот актёров нет в моей семье, к сожалению. Ну, хотя если покопаться вглубь, роды, может быть, они не найдутся. Но очень много людей, которые занимались, например, наукой. Ну, или, допустим, мой дедушка по маминой линии и мама, они рисовали прекрасно. Вот, то есть художественный такой вот аспект, он присутствует. Вообще, дедушка был очень таким человеком, можно сказать, знаменитым в своём городе. Он был директором НИИ. В годы войны он руководил оборонным предприятием, они выпускали снаряды. А потом стал директором уже научного института. И он писал мемуары. Вот сейчас тётя моя их собирает тоже там. Они занимаются прям родословно очень серьёзно. Ну, там такая есть даже история дворянского рода. Ну, не будем сейчас углубляться. Это большая поддержка такая, да. Да, да. В этом плане ощущается, конечно. Ну, или, допустим, у меня есть дядя, ну, это как бы не совсем родственник, это муж тёти. Но, тем не менее, он дизайнер интерьера, он прекрасно рисует. У него такая графика замечательная. То есть вот художественные какие-то вот направления есть. С актёрскими сложнее, но, тем не менее, в моём окружении всё равно есть люди искусства. Всегда они были, и они вдохновляют, они дают какие-то новые идеи. Бывают такие случаи, когда, например, вот я была на одном поэтическом вечере, познакомилась с девочкой, которая выступала, мне понравились её стихи, стала немножко рассказывать о своём проекте, что вот мы снимаем фильм про маму. Она мне сказала, что вот у неё есть стихи, как раз посвящённые маме. И вот родилась эта история «Вкусный рифм». То есть они буквально истории появляются вот как-то сами, спонтанно, вот из этого окружения. Ну, может быть, внутренняя какая-то есть готовность, да, и желание увидеть вокруг интересных людей. Может быть, это помогает. Да. Мария, если бы вы обратились к нашим зрителям, к молодёжи, например, ну, или, может быть, людям более старшего поколения, а какие, может, у вас пожелания были бы к нашим зрителям по поводу того, как себя реализовать в этой жизни, как найти своё место в профессии, там, в творческой профессии, в киноиндустрии? Ирина, очень хороший вопрос. Спасибо за него. Я попробую сформулировать достаточно кратко, хотя это большая тема, обширная. Я думаю, что в первую очередь нужно пожелать огромной веры в себя, в свои идеи, в свой талант и, наверное, такого детского любопытства, любознательности. Потому что мир огромен действительно сейчас, несмотря на все вот эти сложности нашего времени, да, онлайн мы можем путешествовать куда угодно, да, мы можем общаться с людьми, которые живут в другой стране. Вот у нас так сложилось, что есть родственники в Нью-Йорке, и дочка общается с бабушкой, например, там, по Вайберу, по другим вот этим средствам связи, и со своими двоюродными сестрёнками она на связи. Они вот обещали получше подтянуть по английскому языку. Вот, будут у нас виртуальные занятия. Ну, у меня тоже так складывается, что даже вот люди, с которыми я сотрудничаю, там, в плане, например, ретактуры книг, живут в Израиле, в Казахстане и в Австрии. То есть вот мир настолько, он сейчас, ну, как бы становится более тесным, да, в плане контактов, коммуникаций. И даже вот в Москве часто я сталкиваюсь с тем, что у нас много общих знакомых, там, киноиндустрии, да, или там среди журналистов, и мы начинаем общаться, начинаем выяснять, и получается так, что много контактов, вот какой-то такой свой тесный круг образуется. И если вы начинаете идти к своим мечтам, выстраивать цели, мне вот очень нравится в этом плане Барбер Шер, мама коучинга. Она говорит о том, что не надо ждать, пока у вас там будет огромный бюджет на реализацию вашей мечты, и пока у вас там всё сложится, как оно должно быть правильно по шагам, начинайте с чего-то, начинайте с самых простых шагов. Вот если, да, если это кино, то просто напишите сценарий, хотя бы даже вот конвой этого сценария, синопсис на 2-3 странички. Потом найдите сценариста, если сами вы не пишете, это найдите вот в ближайшем окружении, там, студентов, которые изучают это дело, им будет просто интересно практиковаться. Ведь часто действительно молодёжь, да, вот люди, которые, там, допустим, меняют профессию и осваивают её, там, уже в зрелом возрасте, они не знают, какие первые шаги, но, в общем-то, даже онлайн-обучение сейчас настолько оно развито, что можно найти очень много бесплатных курсов, мастер-классов и освоить и сценарное дело, и режиссуры, и монтаж, и всё что угодно. Но главное понимать вот чётко, к чему ты стремишься, да, в какой сфере ты хочешь себя реализовать, и сформулировать это как цель более-менее конкретную, там, на ближайший год, на ближайшие несколько лет, и поэтапно идти к этим целям. Да, вот я сейчас не могу снять, там, огромное кино на 2 часа, но я могу снять на 10 минут. Глокбастер огромный. Да, я на 10 минут снимаю маленькую историю, и из этого зерна потом может вырасти большая история. Многие режиссёры так по шагам снимали, там, та же Меликян, она снимала короткометражки, там, на 10-15 минут, а потом уже вот этот огромный альманах. Вот, и так же и наши мэтры, они начинали с короткого метра все. Вот, поэтому главное придумать какую-то маленькую обозримую цель, под неё собирать команду, а она всегда соберётся, если вот вы этим горите, и в соцсетях, пожалуйста, можно кинуть кличи, и люди подтянутся. Хороший инструмент – это тематические сообщества. Вот это то, что можно всегда найти. Там очень много сайтов, например, AllTalens, новый сайт, недавно он возник, я там тоже находила людей в нашу команду. Вот, много таких ресурсов, которые там в Телеграме, всевозможные чаты. Вот по теме, по своей вы можете поискать, погуглить, то, что называется, да, и найти профессионалов в свою команду, найти, более того, энтузиастов, которым интересно бесплатно поучаствовать в этом проекте, потому что это творчество, это новая самореализация. Вот, и постепенно уже обрастать этими связями, двигаться дальше, и более масштабные проекты уже как следующий этап реализовывать. Да, вот, друзья, двигайтесь к своей цели маленькими шагами, пишите сценарий своей жизни, и находите себя в этом мире, в своё предназначение, и тогда будете заниматься тем делом, которое вам нравится. И если можно добавить маленькую такую ремарку, я надеюсь, что я смогу написать, вот я тебе сейчас скажу, и у меня это уже как задача будет более конкретно сформулирована, я надеюсь, что я смогу написать на течение ближайшего года книгу «Режиссёр своей судьбы». Это нон-фикшн с элементами художественных каких-то диалогов и историй. И я думаю, что она тоже будет полезна, потому что я откровенно поделюсь своим опытом, своими даже неудачами, какими-то провалами. Всегда важно сделать вывод и идти дальше, делать уже в следующий раз по-другому, учесть этот опыт. Да, я думаю, в следующий раз мы с вами, Мария, встретимся в этой же студии, или, может быть, в другой студии, и вы уже принесёте свою книгу, поделитесь тем опытом, как вы писали, стали режиссёром своей судьбы, написали эту книгу, реализовали какие-то свои новые творческие проекты, сняли полнометражный фильм. И до новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова